Расскажи, как ты узнал о вызове сборной России, вот сейчас, о том, что попал в выкачательный список? Вечером смотрел передачу по матч-премьер, по-моему, была студия, и Николай Писарев как раз был там, и наш тренер подключался с Самары, должны были объявить в этот вечер. Не объявили в итоге, мы что-то ждали, сидели, смотрели, посмотрел, сказали, что все, сейчас объявят состав. Параллельно как раз смотрел, сидел, там еще какими-то своими делами занимался, не объявили, ну и все, пошел спать спокойно. Утром просыпаюсь и сразу уже начали звонить, ну точнее я знал, что я был в расширенном списке, мне там доложили, можно так сказать. И потом на утро просыпаюсь и начали уже все звонить, поздравлять, задавать вопросы и так далее, и так далее. Когда в прошлый раз ты не попал в окончательно сильное было разочарование? Да нет, ну блин, я понимал, что, наверное, где-то нужно было еще прибавлять, значит, если не попал. Вот, и так всегда, если чуть-чуть не дотягиваешь, надо работать, и вот в этот раз позвали, нужно себя хоть в этом коротком промежутке проявить как-то, чтобы и в чемпионате потом так же хорошо играть, чтобы дальше вызвали. Как думаешь, вызов сборной повлиял вот на тот момент, когда ты забил гол, ты сумасшедший в конце матча? Не знаю, думаю, что он, наверное, повлиял чуть-чуть. Ну и там были еще родители, приезжали на матч, и это тоже повлияло, поэтому все вместе, наверное, так было. Причем тогда, когда меня вызвали первый раз в расширенном списке, я тоже забил «Зениту». Правда, не победа, ты там проиграли, но забил тоже. Как тебе атмосфера? Понятное дело, что всего один день, но тем не менее, как освоился? Да, освоился совершенно нормально, знал и Ваня Сергеев, с которым мы были в одной команде, ребят 1996 года, которые Бара, Рифат, мы с ними по своему году играли, и других ребят, тех, которые просто друг с другом там играли, других против них. Взрослые ребята тоже приняли совершенно нормально, и в принципе все нормально прошло первый день. Со всеми познакомились и стараемся так адаптироваться, и принять какие-то требования, и понять вообще, как это все происходит здесь. Субтитры создавал DimaTorzok